Директива 2012-757, помимо прочего, предписывает, что машинисты составов должны владеть языком в объеме, необходимом для общения в ситуациях при непредвиденных обстоятельствах, поддерживать простой разговор и описывать происходящее или объекты. Проблема в том, что из директивы следует, в означенном объеме, машинисту следует владеть языком оперативной структуры, то есть тем, которая используется в повседневной работе. Как отмечает лидер профсоюза железнодорожников Эстонии Олег Чубаров, по факту получается, что общение на повседневные темы проходит на русском, а директива прочитывается министерством и тут же оформляется в решении об изменении минимального уровня владения эстонским. По мнению Чубарова, на железной дороге главное это безопасность пассажиров и грузов, а не то, какой языковой сертификат есть у машиниста. Язык эстонский, французский, немецкий, английский не дает самого фактора безопасности. Люди, которые профессионалы, которые сегодня работают, которые уже доработали со дня независимости Эстонии уже более 20 лет, они уже опытные. И благодаря им не произошло больших крушений, несчастных случаев, а то, что закрываются этим и хотят ввести тут какие-то языковые критерии, это печально. Поэтому мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы обосновать это, ну и найти, конечно, компромисс. Я считаю, что те, которые люди будут приходить на рынок в железнодорожный сектор, для них действительно можно уже будет вводить такие критерии, а те, которые сегодня работают, нет. Чубаров также добавляет, что сдать на необходимый уровень железнодорожники смогут, но это будет стоить и времени, и силы работникам, которые и так сильно загружены. Кроме того, сама профессия машиниста предполагает знание огромного количества инструкций, терминов, протоколов и предписаний, что как раз и обеспечивает безопасность на железной дороге. Депутат Европейского парламента Яна Том считает, что у государства нет необходимости менять языковые требования. Основополагающие принципы гласят, что требования о языке должны быть пропорционально выполняемой работе, ее сложности и так далее. И коль скоро к машинистам до сих пор не было нареканий, со стороны руководства, языковой инспекции, клиентов, пассажиров, кого угодно, то нет никакой необходимости сейчас эту категорию искусственно повышать. То есть то, что сейчас происходит в Эстонии, никак не нарушает эту директиву, а совершенно происходит в ее рамках. И повышение выглядит и своевременным, и непропорциональным. В данном случае Эстония очередной раз перегибает палку, потому что не указана конкретная языковая категория, и нарушается тем самым принцип пропорциональности. Мне кажется, что это просто первая ласточка того, о чем в первую очередь договорилась правящая коалиция, распространение вот этого так называемого Эстонии на все сферы жизни. Как отмечает Чубаров, профсоюз железнодорожников прекрасно понимает всю серьезность вкладывающейся ситуации и готов идти на диалог и с правительством, и с министерством, использовать европейские механизмы для того, чтобы решить этот вопрос, касающийся сотен работников и тысяч пассажиров, наиболее безболезненным путем. Алексей Иванов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.